Здравствуйте, уважаемые друзья! Апдейт по ситуации в Казахстане. Протесты, которые продолжались несколько дней, теперь полностью остановлены, и полиция и армия занимаются зачисткой улиц городов, где проходили акции протестов. В том числе зачищаются улицы в городе Алматы. Предпринимаются меры по задержанию нарушителей, и всего в органы полиции доставлено около 2000 человек. На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения. Уважаемые друзья, протесты в Казахстане еще раз доказывают, что никаких народных протестов с применением силы быть просто не может. В Казахстане, насколько я понимаю, речь шла о 200, примерно 200 протестующих, которые почему-то оказались вооружены. Мне писали, что якобы это жители аулов, которых вот таким образом использовали в этой провокации. Я думаю, что действительно в этом есть смысл, есть здравое зерно, потому что у гражданского населения оружия нет, и гражданское население вряд ли пойдет с такими агрессивными действиями на площади городов, потому что понятно, что это все заканчивается зачисткой и в итоге уголовными делами. Мне подписчик написал соображение относительно этой ситуации. Давайте я вам зачитаю. Мировое правительство всегда создает две тусовки в рамках государства. Обычно это либералы и консерваторы. Действующую тусовку они подгоняют совершенно дичайшими, абсурдными законами или действиями. Например, это вот тех же ку-ку, обязательные процедуры, повышение цен с помощью искусственной инфляции и так далее. Текущая власть сама от этого в шоке, но им нужно это выполнять, потому что их давят кураторы. Они пытаются всеми способами удерживать старую систему и продвигаться к новой, когда абсурдность становится запредельной. Все те же ссоры соустраивают давление на действующий режим, спонсируя другую тусовку и с помощью организации, революции и бунтов, как следствие ускорения всех процессов глобализации, некий катализатор. Бывает так, что руками народа сбрасывается действующий режим и приходят новые, которые, как и сказал, ускоряют цифровизацию и глобализацию. Но руками народа, на самом деле, ничего не происходит. Мы вспоминали недавно ситуацию в Армении, которая произошла в 2018 году, когда к власти пришел Пашинян, якобы парадемократический лидер. Но в итоге что делает Пашинян? Сейчас он предлагает Казахстану свою помощь в рамках организации договора коллективной безопасности. Предлагает направить свою помощь для зачистки и удерживания под контролем ситуации в стране. В рамках этой организации договора коллективной безопасности Россия и Беларусь направили в Казахстан своих военных. Несколько сотен военных для того, чтобы тоже помочь взять под контроль ситуацию в стране. Теперь в Казахстане под контроль военных перешли стратегические военные объекты, ну и различные, я думаю, также энергетические предприятия. Потому что основной вопрос формально, который послужил толчком для акции протеста, это поднятие, беспрецедентное поднятие цен на топливо. Также мне писала подписчица, которая много лет прожила в Казахстане, относительно действующего президента. Президент Такаев, как она мне писала, не имеет никакой реальной власти. Его власть лишь формальная. Реальная власть по-прежнему принадлежит Нурсултану Назарбаеву, это предыдущий президент, его клану и близким к нему олигархам. И Такаев ничего абсолютно не решает. Поэтому то, что сейчас произошло, я думаю, что это даже не какая-то внутриполитическая игра внутри страны. Я думаю, что это, как я говорила, такая дымовая завеса и повод ввести, провокация, и повод ввести жесткие меры, ограничительные меры в стране, что, собственно, и было сделано. Вот такие у меня сегодня для вас новости, друзья, по Казахстану. Поэтому, пожалуйста, анализируйте открытые источники, проводите ваше собственное исследование, не дайте себя обмануть и не ведитесь, пожалуйста, на такие заявления, что вот, наконец, там народ восстал. Народ, как мне написала подписчица, которая много лет прожила в Казахстане, народ вообще ни на что не влияет. В принципе, такая ситуация во всех странах. И мы видим такую же абсолютную ситуацию, когда народ ни на что не влияет в супердемократических, суперпродвинутых странах Западной Европы, Северной Америки, Австралии, Новозеландии, ну и так далее, где, казалось бы, демократия, где право, свобода голоса, свобода выбора и так далее. Никакой свободы, на самом деле, в мире нет. По миру шагает фашизм. Уважаемые друзья, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь моими видео. Если вам нравится моя деятельность, можете поддержать меня в поле, в описании к этому ролику. Спасибо, что смотрите. До новых встреч.